Ну, хочу поздравить наш клуб. Уже поздравил ребят в раздевалке, весь наш персонал, всех работников, в том числе и стадиона, который очень сильно за нас переживает. Вот, поэтому поздравили с первым набранным очком. Поэтому комментарий, наверное, будет такой, что, ну, как мне показалось, по горячим следам анализа не было, что обоюдоострая игра. Да, наверное, может быть, чуть больше моментов было у соперника голевых, хотя у нас тоже было немало, и перекладина там, и выходы, подходы были немножко, нам с волнением было не справиться. Вот, моменты у соперника были достаточно такие весомые, хорошие моменты в концовке. Игрок не попал там буквально с линии штрафную, поэтому. Но когда-то, наверное, должно было это случиться. Мы рады, что это случилось сегодня с крепкой, сильной командой нашей группы. С лидером дивизиона. Поэтому можно только поздравить весь наш клуб с тем, что дочерняя, так скажем, команда, младшая команда, Акрон, наконец-то конвертировала ту работу, которую мы проводим, ну, хотя бы в одну набранную очко. Сомневаюсь последними играми. Чем эта игра отличается от, допустим, предыдущей, скажем так, в Нижнем Тагиле или еще каких-либо предыдущих, где не удалось взять? Ну, в целом сценарий многих матчей до игры с Нижним Тагилом был похож. Мы после где-то тура четвертого-пятого привыкать стали к уровню турнира и достаточно неплохо противостояли командам, но, правда, не весь матч у нас не хватало. Вот. И где-то в ключевых моментах встречи мы пропускали мяч и, скажем так, не очень у нас получалось реагировать на это. И нас там, ну, по-простому говоря, добивали. Вот. После... В последних матчах у нас возникла уже другая проблема. Немножко не хватает у нас ресурса. Ребята некоторые восстановились, приступили к тренировкам. Мы надеемся, что они успеют нам помочь, но это все время. Вот. И у нас просто, если вы обратите внимание, ну, там два опорных полузащитника, они практически играют без замен. Вот. В этом возрасте это очень сложно. И мы стали... Вот. В Нижнем Тагиле мы показали, но по содержанию не очень хороший матч. Сегодня и в середине поля, на наш взгляд, тоже было. Можно было сыграть лучше. Вот. Причины мы понимаем, но, к сожалению, исправить их, если бы у нас было бы еще игроки какие-то, вот, то, наверное, мы могли бы поправить. А так, благодарность большая ребятам, что они в этом состоянии, в не самом лучшем, вот, нужно признавать это. Вот. Они вытянули для клуба этот результат. Поэтому, в принципе, по всем остальным играм сценарий был схож, вот, за исключением вот этих последних двух матчей. Нам немножко стало сложнее давить. Давить, потому что состояние не лучше. У нас непростой график. Мы тренируемся поздно вечером, заканчиваем поздно вечером. Поэтому, ну, таковы условия. И здесь мы не жалуемся, просто это давности. И ребятам в таком возрасте, там, да, безопытных лораков, нам тяжеловато. Но, с другой стороны, наверное, так закалялась сталь. Поэтому, ну, будем пытаться из этого исходить. Спасибо. Ну, вопрос, замен в первом тайме, вещах, это травма. Да, он получил повреждения, в принципе, его игрой, да, как и игрой всех, в принципе, ребят. Но даже не попадает в состав, как они тренируются, как они работают. Но просто видеть, они хорошо, они хорошо работают. Вот. И замена Платона, он просто сейчас, как бы, не свойственная ему позиция, но мы его нашли в этой позиции в нашей команде. Потому что он чуть-чуть постарше, чуть, может быть, понюхавший пороху. И он нам дал немножко то, что мы искали. В этой позиции. Ну, сегодня так случилось, что он получил повреждения, игроножный, по-моему, мышц. И мы были вынуждены его заменить. К сожалению, оперативно заменить не получилось. И в этот момент мы получили гол. Поэтому это тоже, как бы, нам урок, нам, да, некая такая задача, чтобы нам... Ну, как бы, план-то есть, но оперативное реагирование должно быть более качественным. И мы такие простые голы не должны получать. Саута, там, опять мяч. Добрался до последнего игрока, команда соперника. И он нанес беспрепятственный удар. В этот момент мы только-только там отходили от его полученного повреждения. Поэтому у него травма. И вышел Антон, который заменил его достойно и справился со своими задачами. Сейчас Никита Кривая Ручка, игрок, который ездил зимой на сборы с основной командой, восстановился от повреждений двух подряд одинаковых. И мы надеемся очень, что он нам тоже поможет. Вот. Не надеемся, а знаем точно, что он поможет. Поэтому, так. Замена, которую вы сегодня делали, походу, с два тайма, сработали? Ну, скажем так, не все. Еще раз повторюсь, молодые ребята у нас вышли на замену усилять игру. Игроки 2006 года. Вот. Ну, они вышли и сыграли на то, насколько они сейчас готовы. Вот. Могли сыграть лучше. Да, у Димы Пестрякова был момент хороший. Он упустил далеко мяч, выходил в один в один. В то же самое время он неплохо там мяч сохранял. Заработал несколько фолов. Это очень важный момент. Вот. Но еще раз мы понимаем причины того, что ребятам тяжело, тяжело. Потому что они первые туры эмоции где-то нас продавливали. Потом мы чуть-чуть привыкли. Состояние поймали. Что все получше. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что нам нужно ребят подводить. Вот. Опять же таки, решая попутную задачу развития их, мы не можем их просто готовить к играм. Поэтому мы их тренируем, как мы считаем, да, что будет полезно для их развития. Но вот мы сталкиваемся с такими вещами, что плюс отсутствие результата, оно накладывает то, что ты каждую игру стараешься выпустить лучших игроков. Самых сильных на данный момент, в недельном цикле. И часто случается так, что это одни и те же игроки. Вот. Маленькая ротация ведет к тому, что утомляемость просто. Для них это сумасшедше. Ну, с другой стороны, они привыкнут. Будем надеяться, что адаптируется. Процесс адаптации, он будет все плавнее и плавнее в дальнейшем. А так, по заменам, ну, однозначно, ребята, все, кто вышел, и даже те, кто не вышел, вот сегодня, как бы, видно было, они переживали все. Очень много людей вообще, на самом деле, поддерживают. И большая всем благодарность. Вот. Поэтому. Никто не знает, с чем нам приходится сталкиваться. Вот. И как это все переживать. Но оно того стоит. По поводу результата, не было ли в какой момент тревожности в том, что команда не закрылась, пошла вперед, не было тревожности в счет? Ну, вы знаете, как бы, это, скажем так, наш стиль, наш принцип. То есть, вот, в предыдущем матче в Нижнем Тагиле мы выступали 1-0, там, отправили вратаря, и он чуть было там, не сотворил чудо. То есть, сегодня он сотворил, кстати, чудо. Достал там, сумасшедший. Поэтому наш принцип такой, что мы не удерживаем результат. Какой в этом смысл? Тем более, когда у тебя после 11 туров 0 очков. Ну, хорошо, он будет после 12 0 очков. А так, мы искали счастье у чужих ворот. Немножко не понравился последний эпизод с назначением штрафного ворота соперника, когда мы там, как бы, не поняли, что нам нужно делать. У нас организация не меняется, команды на это не было. Ну, и в то же самое время мы, ребят, понимаем, что им непросто, им непросто. И им, конечно, очень хочется. И, ну, сложилось так, как сложилось, значит, мы заслужили. Вот, поэтому мне больше нравится такой подход. Вот. А как оно будет там тревожно всегда, все 90 минут тревожно. Тем ценнее добытое качество игры, или будет то результат, когда ты не отходишь от своего некогда. Да не то, что игры, а своих каких-то установок. Поэтому, так тревожно было, конечно. Потеряли очки. Потеряли очки, да, сыграли мячу. И сегодня с вами хочу поздравить вашу команду с первыми набранными очками, да. Почему-то пришлось. Пришлись очки на нашу команду. Молодцы, ребята. Сегодня хорошо играли. Ваши. Вот. У нас, что не получилось, это проиграли очень много подборов. Очень много борьбы внизу проиграли. Постоянно на мяче был окрон. Вот. Да, были моменты, мы могли там в первом тайме забивать, во втором тайме хороший момент не забили. Ну, и у вас очень хорошие моменты были. Вот. Считаю, что все-таки в длинную передачу сбились. Если в длинную передачу мы играем, да, мы должны этот подбор забирать. Постоянно на мяче были окрон. Вот. Как говорится, такой дерби получилось, да, у нас. Мы из Тольятти, тренерский штаб. Многие у нас футболисты играли в окроне. Играли многие в академии Коноплева, там, ну, воспитанники. Сами говорю, повторюсь, в Тольяттинске такой дерби получилось. И потеряли очки. Конечно, обидно, но едем дальше. Еще тут игры есть. То есть, бьемся, бьемся за первую путевку. Да, задачи в тройку у нас. Но мы хотим попытаться попробовать первое место занять. А так, еще раз говорю, поздравляю вашу команду с первыми набранными очками. Молодцы. Вообще, более редкие это ничья на текущий ход, так как вы идете в лидерах. Не сомневает ли она как бы с курса по выходу второй регламы? Да нет. Сбивать с курса нет, конечно. Сейчас задача подготовиться к следующей игре. Она не менее важная. у нас каждая игра как он говорит как финал да там сколько там 4-5 финалов у нас осталось сколько туров. А вот и будем играть каждую игру на победу. Ничего не собьется. Разберем ошибочки. Подготовимся к следующей игре основательно. Но Акрон сегодня играл лучше нас. Это я признаю и принимаю. В первом курсе ваша команда выиграла 2-0 в гурнах. Как можете сравнить ту команду с нынешним возрастлением и с мужем футболистом? Ну прогресс налицо и мальчишки молодцы. У вас задача воспитания футболистов для первой команды в Академии Коноплева берете я знаю потому что у меня сын сам Коноплева занимается. Вот и у нас задача за тройку побороться. Прогресс налицо. Прогресс налицо однозначно. конечно если еще кто-то из этой команды в главную попадет то вообще я думаю задачи выполняются по ходу сезона у Акрона 2. А так мальчишки молодцы молодцы и то что первый сезон для них и то что там одно очко на данном на данном этапе это ничего не значит ни о чем не говорит повторюсь прогресс налицо и у вас задачи другие из этого состава сейчас против нас который играл если 1-2 человека заиграют главной команде пусть хоть даже ни одной игры не выигрывает но задачу свою выполняете вот поэтому еще раз поздравляю с первым набранным очком пока